Ребят, вот вам небольшой дисклеймер перед началом видео. Я его снимал, придя с работы, я был дико уставший, я к нему абсолютно, как вы можете заметить, далее не готовился, поэтому где-то я мог сложать что-то на гитаре, где-то мог наоборот хорошо сыграть, то есть я это к чему? Ребята, которые крутые гитаристы, пожалуйста, не кидайте меня какахами, потому что я тут не виноват, я вообще цель видео показать другое, не мой скилл на гитаре, а именно техническую сторону вопроса, как гитару записывать. И я надеюсь, этот видос будет для вас полезным. А так, в целом, ну, приятного просмотра, пацаны. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжеляя, с вами я, Фауст, и моя верная жена, LTDCE50. Сегодня мы с вами будем записывать гитару, вы не поверите, в компьютер, в домашних условиях. И я вам поведаю, как это сделать лучше всего, и как это можно, в принципе, сделать, чтобы вы, так сказать, понимали сам процесс. Ну, прежде чем начнем, просим вас убедительно подписаться на наш канал, поставить этому видео лайки, посоветовать его друзьям, записаться на первое пробное занятие, которое, кстати, бесплатно. А теперь мы поехали. С чего мы можем начать? А начать мы можем, собственно говоря, с того, что мы сейчас будем, в принципе, делать, каким чудом мы будем писать. Для этого нам потребуется, естественно, гитара, желательно электро. Нам потребуется немного, совсем чуть-чуть таланта и умения играть на гитаре, конечно же. Нам потребуются провода джек-джек, большие, так уж и быть. Нам потребуется необходимый софт. Первый софт, который мы должны с вами где-то найти, где-то взять, все пираты знают, где этот софт взять, это FL Studio, например. Ну, или Cubase, кому как. На самом деле различий там не особо много, но лично мне приятнее работать в FL Studio, потому что это мой, так сказать, друг детства, с которым я на «ты» уже довольно долгое время. Так вот ей не говорите. Также нам потребуются гитарные импульсы. Что такое гитарные импульсы? Это эмуляция ваших кабинетов, это эмуляция ваших комбиков, это эмуляция ваших примочек, что в цепочке должно создавать именно студийный звук по-хорошему. И такие тоже эмуляторы у нас есть. Можно перечислять их бесконечно. Это гитарри какой-нибудь, это амплитюб, их огромное количество, это биасы, там, тысячи их версий биасов. Но лично я вам советую эмулятор THU. Потому что, как вы можете заметить, в THU есть подробная карта того, что у вас подключено. То есть в моем данном случае это динамичек, это голова и это октавер. Если вы досмотрите это видео до конца, я объясню зачем и, собственно, как мы на этом можем ездить. Но начнем мы с простой ситуации. Куда нам втыкать гитару? Если у вас есть переходник с большого джека на маленький, вы можете, естественно, найти в закоулках своего компьютера линейный вход. Линейный вход, как правило, находится между входом микрофонным и входом на колонке. Вот и все. Собственно, где-то в той вот степи он и находится. И также вам потребуется, конечно же, переходник, как я уже сказал. Потому что там джек достаточно маленького размера, буквально, под ваш обычный наушник, под ваши телефоны. И обычный большой джек сюда не поместится банально. В чем минус такой записи? Во-первых, у вас будет идти нагрузка на процессор. Когда вы записываете музыку, когда вы записываете гитару непосредственно, идет как бы нагрузка на процессор. Процессор обрабатывает все, что вы записываете, обрабатывает все наложенные спецэффекты, какие есть. И таким образом это перегружает компьютер. Это, получается, у вас будут и фрезы, и будут какие-то трески, щелчки и прочие неприятные звуки, которые нам, в принципе, не хотелось бы. Но, камон, я так альбом записал как-то. И, чтобы этого избежать, советуется все-таки раскошелиться и купить себе внешнюю звуковую карту. В моем случае это Behringer UMC202HD. В чем фонт звуковой карты? Чем она отличается? Во-первых, вам не нужен переходник. То ничего просто не будет жрать лишнюю напругу. Вы просто втыкаете в звуковуху все, потому что там есть размеры под большие джеки. Наш размер, кстати. Таким образом вы дальше и сможете работать. Также часть нагрузки на себя звуковая карта внешняя всегда принимает. И ввиду этого, конечно же, избегаются и щелчки, и трески. А, кстати, не забываем, при установке FL-ки вам необходимо установить драйвера ASIO4ALL. Если вы используете внешнюю звуковую карту, вам этого знать не надо, потому что у внешней звуковой карты, как правило, есть свои собственные драйвера, которые можно поставить. И фрезов будет в разы меньше. Видите ли, ASIO4ALL будет использовать большую часть звукового аппарата вашего компьютера, что также навредит производительности. А нам этого не надо, пацаны. Поэтому сейчас мы будем использовать внешнюю звуковую карту. И давайте посмотрим, что из себя представляет THU. Во-первых, гитарные импульсы. В THU есть множество гитарных импульсов, множество всяких разных настроек, перенастроек, разных кабинетов, имитаций, полного там, педал-борда и всего прочего. Давайте с вами посмотрим на каком-нибудь, не знаю, давайте с вами посмотрим на металле, конечно же. Мы с вами любим металл уже, правильно? И давайте что-нибудь подберём. Teach you, metal, ну какой-нибудь. Давайте Big Scoop. Так, и давайте записывать. Записываем мы следующим образом. Значит, мы включаем вот это вот окошко с микшером. Оно включается у нас с помощью вот такой вот кнопочки. То есть, раз отключил, раз включил. Отмечаем трек, любой кроме мастера. И вставляем ход. Вот, я выбрал N2, потому что у меня в первом ходе стоит микрофон. И вот здесь, вот в этой менюшке мы выбираем нужный нам плагин THU64. И сейчас давайте посмотрим, что же это за такой Big Scoop. И давайте попробуем его записать. Записываем мы очень просто. Мы ставим красную кнопку. Жмём Audio into Playlist. То есть, этот путь будет сразу записывать нас в плейлист, где все дорожки сводятся. И... Довольно-таки винтажный звук получился. Не находите? Давайте попробуем ещё что-нибудь посмотреть здесь интересного. Dazedжент. Кому-то такой звук, конечно же, может понравиться. Но, на самом деле, согласитесь, звучит немножко кашевато. Ну, давайте ещё посмотрим, чтобы убедиться кое в чём. Чтобы вы поняли, в чём прикол гитарных импульсов на голую гитару. Возьмём какой-нибудь... Какой-нибудь Bass World, Modern Metal. О, Течи Metal Songs нас интересует. Ну, давайте возьмём какой-нибудь, не знаю. Так как я не готовился, и так как я не готовился, я могу только Рамштайн вам попробовать сыграть. И давайте попробуем как раз-таки на Рамштайне всё это проделать. Полная хуйня, на самом деле. Да, немножко похоже на Рамштайн, но полная хуйня. Поэтому давайте мы с вами сделаем небольшую корректировочку в уже имеющуюся, так сказать... В уже имеющуюся настроечку. А именно корректировочка будет заключаться в чём? Мы приберём бас и добавим немножко высоких, кстати. Уже что-то стало читаться, вы слышите? Всё почему? Потому что все пресеты, которые здесь есть, пресеты всех импульсов, которые здесь есть, они берут средние настройки. То есть по среднему настроен бас, по среднему настроены высокие, средние и так далее и тому подобное. То есть тут немножко покопаться всё-таки придётся, чтобы получить тот звук, который вам нравится. И выключить запись нахер, которая у меня сейчас не выключилась. Но опять же, такой способ, если вы решили продешевить на звуковой карте, такой способ, он, конечно же, будет очень плохо работать. А всё почему? Потому что всё равно будет съедаться часть оперативки. Из-за того, что мы нагружаем входной сигнал разными спецэффектами. Ну, в основном дисторшн, он больше всего перегружает, кстати. Поэтому есть ещё другое решение. Вы можете себе купить какую-нибудь примочку с уже готовым перегрузом. Например, в моём случае это преамп S2. Очень полезная штука, очень классная вещь. В ней три выхода. То есть выход есть на комбик, выход с имитацией камбаря и для цифровой записи. Для цифровой записи я показывать не буду, конечно же, как она звучит. Но мы для чистоты эксперимента возьмём выход, который надо бы сгревать чем-то. То есть нам нужна какая-то имитация кабинета. Я такую настройку уже к вашему счастью и к своему счастью я уже сделал. И состоит она из чего? Как вы вначале видели, она состоит просто из колоночки, головы и октавера. Зачем здесь нужен октавер? Октавер будет поддавать немножко жиров. Для чистоты эксперимента, я забыл предупредить, я, во-первых, не готовился ни хера. Во-вторых, я сейчас у вас онлайн буквально всё это записываю, всё это показываю. И третий момент, я настроил гитару в стандартный строй. И мне очень от этого больно. Я привык, что у меня гитара звучит намного ниже. Ну, как намного? В дроп-С, блин, всего лишь. Ну, потому что, вы знаете, я люблю не металл. Вот. И для удобства сейчас я, пожалуй, подспущу одну струну. Я её подспустил, и теперь у меня... И теперь у меня дроп-D. Я включаю свою примочку. И октавер, как раз-таки в таком случае, он добавляет вот эту жирка. То есть он добавляет насыщенность, которую можно получить от какого-нибудь там 7-струн, 9-струн и так далее, и тому подобное. То есть, чтобы сделать звук на 6-ти струне, как, допустим, у какими-нибудь брендами за Horizon... Извиняюсь, Horizon забыл. Два года прошло, ребят, извините. Вот. Чтобы получился такой звук, мы, конечно же, вхреначиваем... Вхреначиваем октавер. И наставим его вот так, как здесь показано. Можете, кстати, заскринить настроечки. Раз, октавер. Два, голова. Три, колонка. Ну, тут ничего я не менял. Вот. И давайте послушаем, как оно, в принципе, может звучать. Зачастую, зачастую все звукачи, с которыми вы можете работать, будут просить вас сделать аж три трека гитары, то есть три дорожки. И советуется, конечно, записать все три дорожки. Для чего это делается? Для того, чтобы сделать более панорамный звук гитары. То есть, одну дорожку разведем в левую колонку, вторую в правую. На момент записи, если у вас есть свой звукач, вы можете этого не делать. На момент, если вы сами этим всем занимаетесь, конечно же, вы можете выбрать сэмпл, который вы только что записали, нажать на него двумя кнопками, двумя нажатиями. И разводить вот так вот вправо и влево. Вот. И третья дорожка, она, как правило, по центру идет. И она по громкости будет немножко тише. Вот. Ну, вообще, если говорить по-хорошему, как советуется записывать гитару, то, конечно же, ваши звукачи попросят вас прислать клины. То есть, без всяких, там, примочек, без всяких, там, дисторшинов, безо всего, там, безо всяких, там, спецэффектов. Просто клин, чистый звук. Чтобы такой звук записать, нужно, конечно же, все отключить, все дисторшины, все перегрузы. Но вы меня тут спросите, а как мы поймем, а как мы играем? А все очень просто, ребят, делается такая хитрость. Мы открываем снова наш микшер, ставим сюда также In2, Apple. И вот на этом микшере, допустим, мы выбираем какой-нибудь дисторшин по-быстренькому. Ну, допустим, Heavy T2, как я и говорил, мы немножко надбавим гейна, немножко убавим баса, немножко прибавим требла, чтобы у нас все звучало. И у нас записались как бы две дорожки. Собственно, там, где волн побольше, это как раз-таки перегруз. Там, где волн поменьше, это клин. Перегруз мы, естественно, удаляем, оставляем только клин. Итак, мы проделаем три раза, можно сто раз, и отсылаем нашему звукачу. Кстати, о звукачах. Есть у нас один на примете, зовут Святославом. Вот он, кстати, на него ссылочка будет в описании. Взять не к нему, обращайтесь. За очень вкусные цены он сведет вам любой трек. А на этом у нас все. Собственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео друзьям. До новых встреч. Всего вам доброго.